Все, включил. Добрый вечер, у нас сегодня второй урок по теме Пурима, по книге Рава Ури Шеркибе «Одмуэд». И мы читаем следующий раздел, который называется «Шиакольня яба дворо». «Шиакольня яба дворо» — это фраза из благословения, которая говорится перед едой, если это ни хлеб, ни виноград, ни фрукты, ни овощи, переводится по слову которого «возникло все». Итак, через понятие «вечность Израиля» нам проясняется очень глубокий смысл. То, что Всевышний находится во всем. И таков характер могилы, могила — это книга Истер, имеется в виду, это свиток Истер, как его читают в Пурим, поэтому называется могила, то есть просто свиток. И таков характер книги Истер, что в свитке Истер он построен так, что имя Всевышнего в нем не появляется, как оно есть в своем, но он тянет за нитки и направляет все события. Всевышний находится во всяком месте в свитке. И это учит нас тому, что относительно Всевышнего нет деления на ступени, и все божественно. Однако знание о том, что все божественно, может привести к тяжелой ошибке, к очень тяжелой ошибке в действиях. И поэтому запрещено использовать это знание в состоянии ясного разума, ясного сознания. Если кто-то придет и скажет, все одинаково, все равнозначно, а коль шаве, то есть все, имею в виду, не делятся на главные второстепенные, а коль ба шва а хат. В общем, все равнозначно, я бы так перевел. Да, кстати, можно включаться, задавать вопросы, если что непонятно, как-то участвовать в процессе, потому что мы учимся вместе, разобрать текст. Ну да, но дальше я разворачиваю. То есть если кто-то... Это сейчас объяснится. Если кто-то придет и скажет, все равнозначно, все одинаково, нет разницы между добром и злом, между нечистым и чистым, между святым и будничным, между Израилем и народами, между Аманом и Мордыхаем, все свято. И предъявит такому человеку, как ты можешь говорить такие вещи? Ведь разве ты не знаешь, что есть разница между добром и злом, между нечистым и чистым? И тогда он ответит, правильно, но когда я говорил это, я был пьян. В час, когда человек пьян, ему позволяется достигать подобного понимания, подобного видения вещей. Так, идем дальше, если все понятно. Ну, да. Но на самом деле совсем непонятно. Почему пьяному человеку... В данном случае, впечатление такой, что Раф говорит, ну, он может оправдаться, сказать, что я был пьян. Это было несерьезно. Я, конечно, понимаю, что есть... Да, это как алиби. Получается, как алиби. Если к нему с детьми, он говорит, что он пьяный был, что с пьяного возьмешь? Да. Но на самом деле Раф подозревает на что-то более, гораздо более серьезное, что есть такая высокая ступень, на которой действительно нет разницы. То есть, что это значит? Трезвым вообще непонятно. Мы не имеем права вообще этим руководствоваться в обычной жизни. Ну, подумаешь, убийца, какая разница? А этот праведник. Ну, убил праведника. Ну, что, все одно. Ну, это просто немыслимо. Мы не можем жить в мире с такими установками. Смысл того, что все равно, во всем есть святость, он какой-то другой. Но, как сказать, поэтому даже постичь этого несостояния в нормальном состоянии, что это означает, мы не понимаем. Я думаю, так. Да, насколько я понимаю, здесь опьянение служит символом более высокого состояния сознания, более высокого постижения, куда можно там погружаться иногда. Но всегда действовать из этого состояния, это приведет к грубым ошибкам. Мы, на самом деле, проходили вот эту тему на уроках по Раву Куку с Натаном Котлеровым, что относительно свободы выбора мы говорили, что есть такое состояние, в котором свободы выбора нет. И оно находится выше. И мы знаем о том, что оно есть, более высокое состояние. Но мы действуем не из него. Мы действуем по правилам этого мира. То есть такой принцип, что мы об этом знаем, но мы это не используем. Мы об этом помним. И вот это более высокое состояние, в котором все равно, все святое, все божественное, оно здесь называется опьянением. И вот это главное то, что используется в пуре. Опьянение. И что оно символизирует, здесь нам пытается Рав объяснить. И поэтому сказали наши мудрецы. Трактат Йома, 75-й лист, первая страница. Каждый, кто заглядывается на стакан с вином, на вино в бокале, весь мир для него становится равниной. Ну, сама вот эта тема заглядывается на вино, да, кладет глаз на бокал с вином. Она идет из Мишлей, да. На прошлый раз мы упоминали, что там есть такой целый большой отрывок критики, критики тех, кто увлекается алкоголем, да. И в трактате Йома там речь идет о том, что человек, который выпил, который опьянел, он, для него, значит, исчезают препятствия для греха, да. То, что есть для трезвого человека, да. И поэтому приводится такой, ну, то есть, пример, что там пересеченная местность, да, где человеку, там, ему какие-то моральные остановки возникнут, чтобы не согрешить. Человек, когда пьян, у него все становится ровным, и, соответственно, он может согрешить, да. Вот так речь идет аллахически, но здесь Раф разбирает это глубоко, да, что для него все становится комишор, все становится ровным. И поэтому, чтобы мы могли достичь осознания присутствия Творца во всем, установила Аллаха, что мы должны опьянеть. Потому что, если это не так, тогда мы не сможем сказать в полный голос, что Творец находится во всем. Сейчас, секунду, можно, но, как бы, мне кажется, что, ну, вот, то, что я слышу, самый сильный вопрос, он здесь такой. Находится ли Вы Всевышний в зле, в абсолютном зле? Я даже, как бы, не решаясь этого сказать, но, скажем, вот вопрос, который был после катастрофы. А где был Всевышний? Это же каким-то образом, как бы, ну, не говорится в такой чудовищной форме, что Всевышний тоже участвовал с Гитлером, да, но это, как бы, не пусть, это так невозможно сказать, как бы, язык не поворачивается, да. Но когда человек спрашивает, где был Всевышний, то в смысле, что, как бы, там он тоже был не на нашей стороне, вот это, вот это, по-моему, вот это вот острие, то, 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 про что говорит Равширке, так я понимаю, что иначе это как-то получается так довольно, ну, по-простому, напился, забыл, то, сего, 5, 10. Вопрос в этом зле находится, это вопрос, по-моему, как бы, ну, вообще классический, вопрос, там, я не знаю, Достоевского, да, про слезу ребенка и так дальше. Но мы говорим про катастрофу, например. Действительно, человеческий разум, разум, а, видимо, это разум, это то, что отлично от опьянения, когда разум и человеческий разум, он понять этого не может. Элли Мкен, только если он действительно выносит себя за рамки добра и зла и говорит, мне вообще все пофигу. Это то, что делает, по-видимому, обычный человек, просто, как бы, старается, абстрагируется, говорит, ну, такая ситуация, так пешка легла, власти знают, что делают там и так дальше, понимаешь? Мне кажется, ты, Натан, открываешь просто другую, очень важную, сложную тему, да, о необходимости зла, о смысле зла, но идея о том, что он находится всюду и возле, тут нет никакого сомнений. Вопрос, как он находится, это просто уже за рамками. Мне кажется, что Раф Шерки здесь этот вопрос будет. Просто должен понять, что, так сказать, в какой-то момент, что он есть везде. В этот момент он не может задавать себе вопросы, потому что сознание у него не работает. Он отрубился через выпивку от этого сознания. Но вот это переживание, оно оставляет след в какой-то его душе, чтобы потом, когда разум возвращается, он говорит, нет, я что-то в этот момент понимал, что-то такое, что я сейчас не могу понять. Вопросы о необходимости зла это отдельно. Ну, вообще говоря, благословение, которое мы говорим, мы цитируем, как бы, пророка, делающий мир и творящий все. На самом деле мы там заменяем слово и творящие зло. Так что там это и в пророках уже сказано. Ну, смотри, с другой стороны… И смышления философов, которые говорят, что все в мире от него, значит, и зло от него. Ну да. Как бы это понятно, что иначе быть не может. Другой вопрос, как это все согласуется в мире, как с этим жить, это отдельный, сложный вопрос, который можно отдельно ему посвятить обсуждение. Мне не кажется, что здесь… Окей, но тогда еще вопрос, связанный с использованием, я не знаю, как это называют, наркотических средств, опьяняющих средств. Мне кажется, тут довольно, как бы, ну, не знаю, по простому взгляду, довольно опасный путь, скользкий. Конечно, конечно, поэтому это только один раз в году и под контролем. Не сошли с ума. Они тоже говорят, послушай, 60-е и 70-е годы. Все мои, как бы, все мои герои, можно так сказать, да, рок-музыки и все. Они все были в этом ЛСД, они что-то такое чувствовали. Значит, вопрос, человек может ответить точно так же. Если ты не в этом состоянии, то ты ничего не можешь быть. Ты кто-то, я, ну, что-то говорил Purple Haze. Purple Haze – это пурпурный туман. Вот он чувствовал пурпурный туман. А если ты не ЛСД, то ты его не почувствуешь. Есть, видимо, какие-то вещи, которыми ты можешь себя, подействовать на себя, как бы, химически для того, чтобы, не знаю, физиологически для того, чтобы понять, что ты не находишься. Но здесь получается, типа, то же самое. Мне нравится, что ты все время открываешь новые темы. На самом деле, тоже очень интересно в связи с данными. Хорошо, мы наставим, беседа. Да, нет, ну, это очень интересный вопрос. В какой степени это оправдано, нужно, в каких случаях. Но в данном случае мы, опять же, даже не разбираем ситуацию, что дайте, как мы решили сказать, дайте выпивку пропащему, или там, или вино, кому горько на душе. Мы разбираем исключительно одну ситуацию, в которой действительно важно иногда вот это вот опьянение в пуриум, что оно важно. При том, что надо сказать, что с точки зрения головы, очень многие возражают против этого, чтобы действительно напиваться. и говорят, толстый, так, чтобы мне заснуть. Заснуть? Ну, так, вы бы, заснулся. Да, да. Подреми немножко за столом, и вот сразу в этот момент ты не будешь знать. А до ним рубишься? Ну, тогда не врубишься в том, что Рашенке говорит. Да, но на самом деле, поскольку это действительно во всех отношениях. Вот ты совершенно правильно две стороны подметил в отношении того, что это создает вопрос вообще, как же жить с этим, когда ты возвращаешься в разум. И второе, вообще может стоить действительно почаще, и разного, и не только траву, но и другие наркотики, чтобы гулять там. Поэтому, в общем, к этому относятся с таким голова, с осторожностью большим. Тем не менее, Рафсерки говорит, что в этом есть большой смысл. А смысл есть, но чаще всего те вещи, которые не опасны, они бесполезны. Они что? Бесполезны. То есть есть вещи, которые... Ну, прививку даже возьмутся против коронавируса. Ну, я не почувствовала, ну, я вообще... Ну, люди действительно чувствуют себя плохо, а моя подруга одна там два дня валялась там с плохим сочувствием. Там некоторые... Ну, разным по-разному, но... Это наоборот правильно, что люди чувствуют себя как-то... Ну, то есть туризм – это, получается, опасная религия. То есть религия – опиум для народа. А, вот, религия – опиум для народа. Она... Религия – это же опасная, конечно. Разблоки, разблоки, все. А если бы она была безопасна, она бы не работала. Поэтому у нас существует... И вполне существует Навальбершута Торатов, что называется. То есть подонки всякие, которые изображают из себя религиозных людей. Ну, классический пример, да, этот... Ну, Торадовида, как его... Ну, неважно. Я просто не понял, в какую сторону. Неважно. Есть подонки... Такое понятие. Навальберш – это человек, который все делает в батарее, соблюдает все записи как надо, а на самом деле ведет себя ужасно. Является подлецом, ну, я не говорю, кто сегодняшний день. Но это классическое такое понятие. К Навальному нет отношений. И есть примеры, да. Поэтому это, так сказать, никак не панацея. И религию использовали всегда. Мы знаем, как... В негативных вполне направлениях, религиозные войны и все дела. Так что, нет, ну, это как бы иллюстрация к тому, что то, что безобидно, то, что не опасно, оно чаще всего и не работает. Плацебо. Окей. Поэтому в данном случае, я думаю, что это надо осознавать, что это инструмент, но он очень, так сказать, неоднозначный. Ладно, поедем дальше. Ну, я хочу подытожить. На самом деле, Натан поднял тут два вопроса, которые я вижу, как они самые главные пока, в том, что мы считаем. Это первый, где был Бог во время катастрофы, как звучит он страшно. На самом деле, сюжет, сюжет книги Эстер как раз вот тоже, да, царь замыслил уничтожить еврейский народ, да. И слово Всевышнего здесь не упоминается. И на этот вопрос как раз, то есть это архетип, да, всех вот как бы катастроф там и так далее. И на этот вопрос как раз здесь и есть ответ, да. Имя Всевышнего не встречается, БМФРАЖ, но он тянет за нитки и управляет всеми событиями. И второй вопрос – это психоделической революции, да. Это то, что здесь под символом опьянения идет. Вот. И фактически, да, ты прав, что когда человек получает более высшее сознание, которое получала молодежь там при помощи психоделиков в 60-е годы, то он понимает, что, а где мы вообще находимся, да, вот оно истинное состояние сознания, где все равно и так далее, да. И он начинает это состояние использовать, да. Иудаизм говорит как раз, что нет, ты должен об этом знать, что оно есть, но действовать ты должен из состояния катнута, то, что называется, когда от тебя это скрыто. Ты должен действовать в состоянии вскрытия, потому что Творец тебя поместил в это состояние. Потому что только в этом состоянии есть выбор. Это как бы компьютерная игра. Мы должны пройти какой-то этап в своей жизни или с 6 тысяч лет, в котором мы должны отвергать зло и выбирать добро. В состоянии скрытия, в состоянии несознания. И потом мы уже вернемся к этому высшему состоянию. Поэтому только раз в год. И об этом нам говорит Пурим. Я уж не знаю, кто достигает этого состояния, а дло и да или нет. Но факт то, что символика праздника именно вот в этом. Но есть еще третий вопрос принципиальный. Как-то трудно смириться с мыслью, что состояние, где нет свободы воли, оно более высокое, чем то, где свободы воли. Я тоже про это подумал. Сто процентов. Особенно, когда это говорит Равин, который всегда задействует логику. И он нам доказывает что-то с помощью логики. А не говорит, выпей стакан и пойми меня. Это было бы хорошо для человека, который на лавке с ним сидишь в парке где-то. Правильно? Ну, смотри. Ты находишься, когда внутри книжки какого-то или сюжета. У тебя есть свобода воли. А на самом деле все придумал автор. Что придумал? Кто придумал? А, автор, автор. Написал там, я не знаю. Руслана Людмила. Неважно. Когда у героев есть свобода выбора, нет никакого сомнения. Но в каком смысле уровень более высокий? Это история, которая написана рукой Всевышнего. Михамо, то есть мы находимся в «Матрице»? Ну, «Матрица» это очень примитивный, мне кажется. Какой-то «Матрица»? Да. Это фильм, который люди воспринимают на ура, потому что он действительно моделирует по-простому вот эту схему. Но реально, конечно, все не так, а сложнее гораздо. Мы пытаемся своим умом постичь вещи, которые на самом деле гораздо сложнее. Понимаем. Нужно какое-то знание даже раз в год, которое только сбивает его с толку. И вообще, знание, которое ты не можешь использовать в реальной жизни. Мы знаем практическое кабаву. Да, 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 да. Куда мы идем? Ну, подожди, идти это Аллаха. Ты только что сказал. Аллаха не может быть основана на том, что ты видишь, тебе открывается в опьянении. Это Аллаха. Аллаха от слова «лалехат». Правильно? Зачем тебе нужно… Тебе показывают, куда ты должен прийти, а Аллаха – это путь, как ты должен прийти. То есть тебе раз в год показывают вот что бы ты не забыл. Потом ты от тяжести пути не бросил всю эту дорогу. Поэтому есть там шаббат раз в неделю, есть там пулем раз в год и так далее. То есть время от времени человек должен подниматься, подниматься и вспоминать. О, я иду туда. Потом опускаться и идти, идти, идти. Чтобы не забыть, что во всем этом есть смысл. Что это не просто, так сказать, некоторый полигон, на котором… Матрица, как сказал Гриша. Да, матрица. Но у всего этого есть цель. Вопросы остались. Кто-то еще что-то хочет сказать, кто-то хочет что-то добавить, либо мы пойдем дальше, потому что мы в основном задаем вопросы, на самом деле, а ответы на них, они сложные, как бы невозможно за один раз. Я знаю, мне вот почему-то вспомнилось, что именно в прошлом году после Пурима и начался весь этот кошмар с ковидом. Вроде бы так все было чудесно, здорово, так отметили Пурим, все так там, как говорится, в костюмах весело пили, представлялись. Вот. И вроде бы Всевышний должен был быть доволен таким положением вещей. Но оказалась ужасная вообще трагедия, там вообще был какой-то шок. И я вот, я еще тогда думала, почему так произошло ведь, почему только что такой был праздник. Но я думаю, что здесь действительно есть какая-то большая загадка. Ну, хотелось бы, чтобы Всевышний помог нам ее понять. Окей. Одну секундочку, можно чуть-чуть, вот что-то вот мысль. Задумался о Пуриме и смерти Сталина, задумался о том, что в тот период все как-то притворялись, надевали маски на себя. Вот. То есть, может быть, вот эта идея одевания масок, идея, что ты представляешься кем-то другим, что все вокруг не совсем то, чем кажется. Вот, что что-то в этом есть и спасительное. Про маски здесь тоже будет. Да? Давайте пойдем дальше. Но мне кажется, вот то, что Андрей подчеркнул, мне кажется, это правильно. То есть, мы сейчас делаем то, что как бы до этого было положение, что делать нельзя. То есть, нельзя из пьяных состояний, ну, в хорошем смысле слова, да, высоком, то есть, из того, что человеку может открыться в том, что он в состоянии нереальной жизни, нельзя это переносить и из этого делать выводы и понимать там про Сталина, про Ленина и так дальше. Но тогда мы просто как бы, наоборот, мы пытаемся расшифровать, что человек видел во время ЛСД. Ну, как бы непонятно. Джимми Эндрикс сказал этот фиолетовый туман. Вот и все. Окей. Пардон за Джимми Эндрикс. Ну, хорошо. Идем дальше. Да, давайте продолжим. Давайте продолжим. На Хадед Ютера Тайньян поставил вопрос более остро. Не будет фальшью сказать, что Всевышний находится во всем. У него есть определенное измерение в реальности, в котором, с точки зрения Творца, все равнозначно. Он одаряет жизнью все творения без ограничений, и поэтому с его точки зрения все едино, в то время как с нашей точки зрения есть различия между одним творением и другим творением, между одним состоянием и другим состоянием. Заметим, что то, что хотели служители культа идолопоклоннического Баальпиора сказать, что хотели сказать поклонники Баальпиора, что околь кадошь, все свято. И поэтому, чтобы доказать это, они служили Богу при помощи самых… Богам, я думаю. Здесь в смысле Богам имеется в виду. Ну, вот Элогим, да. В еврите это множественное число грамматически. Да, да, но здесь в смысле имеется в виду идолопоклонство. Да, тут имеется в виду Абудазара. То есть служитель Баальпиора. Абудазара. Абудазара. Не, подожди, вот слиха я тебя перебил. Они поклонялись вот как бы этому идолопоклонству посредством совершенно ужасных действий. Вот Маасим Шфелимбе Йотер. То есть Шафель, Шафель от этого Шфила. Это в современном еврике, это еще и Долина тоже. Шафель от слова по Эдму Липоль. Не ужасных, низменных. Низменных, да. Совершенно низменных. В высшей степени низменных. Ну, не знает. Можно посмотреть, что это означает. Я могу сказать. Не будем сейчас описывать Баальпиора. Да, но тут, кстати, вот я на минутку хотел сказать Боги, да, перевести. Вот, а потом тут речь все-таки идет о единственном, да, Баальпиор. Поэтому оставим это так, да, что вот у них было такое служение. Так, Альпи дворейну. Ну, согласно нашим словам, Мувенетувдашим, ам Исраэль кульках нимшах бутузман. Понятие того факта, что народ Израиля настолько тянулся в то время к этому культу, поскольку на квантовом уровне, не глядя на… Нет, можно Хама сказать, я думаю, здесь Горини в смысле Эци Майниан. На базовом, да, на базовом уровне. Да, это тут нет физики. Соответственно, с тем, что мы объяснили, становится понятно, почему евреи так к этому притягивались. Потому что на базовом некотором внутреннем уровне, Горина – это косточка, да? Ядро. Внутри ядро, да. Да, но не квантовая, я думаю, она здесь не имеет в виду квантовая. Не, нет, нет. Ну, сущность дела как бы в своем каком-то центральном уровне. Да, несмотря на угрожающую нечистоту этого действия, оно соответствует внутреннему знанию, что мы не можем сказать… То, что мы не можем сказать… Да, то есть здесь… В полный голос, скажем, по-русски будет правильно сказать, БП Мали. Да. В течение всего года. Обычно мы это знаем где-то в глубине души, но обычно этого сказать не можем. Потому что, как Натан нам и сказал, это как бы вступает в противоречие с нашим моральным… С нашей моралью, с нашим представлением о справедливости и прочем. Как бы это разные совершенно уровни, разный взгляд на мир. И они несовместимы. И сказать мы этого не можем, и тем более никогда этому не служим. Но вот притяжение все-таки из-за этого к этому Бальпуру есть. Потому что есть на каком-то базовом уровне какая-то истина, которую мы не можем сказать вслух. Получается так, да? Да, да, да. Так. Кстати, хасиды говорят это целый год. Я думаю, только Амнам все-таки, но это мелочь, но это не кстати. Амнам – это действительно. Однако, да, хасиды говорят так целый год, а не раз в году. И тут есть интересная история. Сноски рассказывают, что однажды спросили хасидов, почему они пьют водку после молитвы. Ответили хасиды, благодаря молитве мы постигаем постижения настолько возвышенные, что мы понимаем, что все возникло по слову его, и поэтому пьем водку. И когда у них спросили, ну тогда почему вы не пьете воду, и тогда хасиды ответили, тот, кто достиг такой ступени, не заслуживает он немного водки. Разве он не заслужил немного водки? Так. Так. Согласно тому, что раскрыл Бальшемтов всему Израилю, лей татар пануймине, нет места свободного от него. Все наполнено божественностью. Однако Митнагдим, это противники хасидов, утверждали, что нужно остерегаться, говорить это вслух. Здесь, кстати, вот то, что Аккольм, Алея, Лукут, да, все наполнено божественным, тут приводится ряд ссылок из Медрашей, вот, для тех, кто хочет в этом убедиться. Если так, Всевышний действительно находится во всем, и это верное знание, но оно не подлежит использованию в этом мире. Нельзя использовать в этом мире. Сейчас, секундочку, я выключу тут у кого-то… Да. А, да, это у Лены. Да, с лихом. Говорится, не пробуйте этого дома. Да. Да. Окей. Да. Мы говорим дважды, два раза каждый день. Шма Исраэль, Ашема Лукейна, Ашема Хат. Да, Господь наш, Господь один. То есть, Ашем действительно находится во всем. Нефиш Хаим, источник цитаты, Аваль. Но во время того, когда мы говорим это, мы не можем смириться с тем, что реальность говорит нам противоположное. И поэтому мы прикрываем глаза. Опасно говорить это, но есть один день в году, в который у нас есть возможность пережить этот класс реальности. Единство Всевышнего, то, что Всевышний един, буквально един – и это Пурим. Праздник Пурим, состояние опьянения – это позволено говорить. Вот конец раздела. Мы его хорошо обсудили, но, может, еще есть какие-то вопросы или добавления? Ну, мне кажется, что те вещи, которые мы обозначили, они как бы серьезные. И поскольку мы сто процентов не можем на них дать ответы, по-моему, они так и остались, как глыбы торчать. Посмотрим, что как бы дальше будет. У меня как бы такое ощущение, я не знаю, дико извиняюсь, это как бы не революционное, но тем не менее. Не знаю, возникает такое ощущение, смотрите, есть еврейская традиция, правильно? Традиция сформировавшица. Как точно сформировалась, может быть, нам Мейер Лебенов как бы это объяснил. Но, грубо говоря, есть заповедь, так или иначе раз в год что-то сделать. И дальше. Каждый приличный Раф, я в скобках говорю, да, или в кавычках, он обязан это объяснить. То есть, мой подход такой, это не из-за того, что Раф Шерки, я осмелюсь сказать, это не из-за того, что Раф Шерки, он нам хочет сейчас объяснить, насколько может быть где-то позитивное воздействие психотропных та-та-та, добавьте сами, для постижения та-та-та. Он не из этого приходит, он не из этого мира. Он приходит из-за того, есть реальная Аллаха, нормальный человек понять ее не может. Приходит к кровину человек и говорит, я не могу этого понять, я всю жизнь трезвый, от меня требуют принимать трезвые решения, почему от меня вы требуете напиваться. Он пытается найти какое-то решение. Ну, я не знаю, может быть, как бы ортодоксальные евреи, которые выросли в ортодоксальных семьях и не знают разных излишеств нехороших, возможно, они в Пурим как раз при сильном опьянении достигают такого состояния, которое Джимми Хендриксу бы не снилось там в его безумных снах. Послушай, я не Хасид Джимми Хендриксу, я, да, Хасид Джимми Хендриксу, но не хочу сейчас его противоставлять. Я как-нибудь сделаю, у меня были фотографии, дикие совершенно, из Мяши Арим, где ходят пьяные подростки такие, ну и постарше, да, вот, блюют на каждом шагу, я не думаю, что им как бы… Ну, я не думаю, что нужно это показать. Да, нет, я тебе с юмором говорю, но я не думаю, что при этом они играли музыку, которую как бы будут вспоминать… Дело не в музыке, а где в этот момент… Так, это про Джимми Хендриксу, там просто ты меня задел заживой, окей? Так что я не думаю, что им сильно что-то открывается, засыпают и все, в лучшем случае, в диком виде причем. Но так в народе, смотри, Пурим, я не знаю, многие как бы участвовали в Пурим. Ну, смотри, это веселое мероприятие, сказать, что кому-то что-то открывается, мишлок манот, потом собираются, есть Пурим, как это, Торим Пури, когда рассказывают всякие бдиход, шутки, все. Грубо говоря, люди раскрепощаются, понимаешь, в какой-то момент напиваются, засыпаются. Сказать, что мне в Пурим что-то такое супер открывалось, что мне в обычной жизни, мне 100% нет. Ну, я, смотри, я не такие глубин, как Крафт, не знаю, может быть, кому-то, да, открывается. Хотя по тем людям, которые вокруг меня, понимаешь, я не верю, что кому-то что-то дико открывалось. И человек после Пурима говорил, приходил в синагогу и говорил, ой, слушай, мне тут такое в голову в Пурим пришло, я вам сейчас расскажу на полном серьезе. Не-не-не, ничего в голову не может прийти, это как раз совсем не тот уровень, это там, где голова отключается как раз, понимаешь, отключается голова и ум, что-то это переживание какое-то. А на завтра он, может, уже и не помнит, но оно где-то застряло у него в душе, вот в этой вот, там, где это вот горит. Тем более, что сейчас есть направление рабина, поскольку уровень потребления алкоголя, видимо, которого подтолкнули. А не только сейчас, всегда были рабины, которые были просто. А сейчас особенно, потому что народ молодец. А сейчас особенно, да. Когда мы приехали, водку народ вообще не знал, виски народ не пил, а сейчас, вообще говоря, эти самые израильтяне вполне... Американцы, не только мы, водку мы привезли. Не только мы, но, а значит, для израильтян это не... А виски американцы, а вино хорошее французы, так что здесь собрание рассеянное. Буз Голует называется. Кто будет следующий, говорит Ахама, вы либо я. Ну, давайте, давай я... Ну, давай, да, я себя всегда... Что я хотела добавить по поводу того... А, смотри, если мы считаем, и мы те уже обсуждали, может быть, не на этом уроке, а на другом, что если евреи все не... Если они не пророки, то они дети пророков. То есть весь еврейский народ обладает где-то каким-то качеством пророчества. Если в нем укрепился какой-то закон, вот так давно, скажем, традиция эта пуринская, знаешь, есть в ней какой-то смысл. Поэтому мне просто вот нужно делать. Приходит ко мне человек, я должен ему как-то это объяснить, я сам не понимаю, но что-нибудь придумаю. Я думаю, реально эти раввины, которые пытаются объяснить, почему есть такая заплатя, они реально осознают, что в этом есть какой-то смысл. Ищут его, один может найти один смысл, другой другой. Ладно, пойдем дальше. Нет замечаний? А, Аделюэ, да. Я только хотел сказать, что, мне кажется, все-таки опьянение здесь не практика выхождения в эти состояния, а просто символ, что есть такие состояния, их можно молитвой, например, достигать, или кто умеет. Просто воздушного состояния, только символ. Наверное, да, это не практика. Именно что Рам, мне кажется, что я сказала, что он ищет смысл этого. А почувствовал человек реальный, конкретный, не почувствовал, это уже... Да, да. Как было сказано, мы выпиваем в курьем, чтобы прийти на уровень, на высокий уровень, который называется Аделюэда. До тех уровень, на котором не знаю. Чтобы сравнить, чтобы уравнять всю реальность на одном уровне. Мне кажется, все-таки всю реальность приравнять к этому высшему уровню или нет? Не знаю. Для шоу и колям сиютли, вот там отрига. Чтобы вся реальность была на одном уровне. Может быть, на том уровне вся реальность, она... Это, наверное, одно и то же. На этом уровне вся реальность, она уравнивается. А знание, оно различает. Как сказано в строках «Атиброход», Если нету знания, как мы можем отличать Ардала, различие, откуда возьмется? Поэтому, когда хотят уничтожить различие, нужно устранить знание. И опьянение – это положение, когда не знаем. И самые возвышенные знания называются незнанием. Про лота, когда он был пьян, сказано, и он не знал, когда она легла и когда она встала в берешит. И Машир Абейно, величайший из людей, которые что-то пристигали в Израиле и в мире, самая высокая ступень, на которую он достиг, была ступень незнания. И приводит раз цитату, и Машир не знал, когда светилось его лицо, когда говорил с ним. Это из книги «Шмот». Подвинь, пожалуйста. А именно, на вершине этого события, разговора с Всевышним видением, Машир дошел до состояния незнания. Когда он понимает это, Машир закрывает свое лицо. Прикрывает свое лицо, скажем. Это похоже на поримскую маску, которая приводит к тому, что ты не знаешь, не видишь, как выглядит лицо за ним. Так что бы и сыновья Израиля тоже, я думаю, попробовали немного из этого состояния незнания. И поэтому, таким образом, они участвовали в то переживание, которое с ним происходило, с Машир. И поэтому понятны слова Монорали из Праги в его книге «Орхадаш. Новый свет», в которой он говорит о свитке Эстен. Поскольку «Дни Пурима» – это цитата, видимо, из «Свитка» – не исчезнут и так далее. Потому что Аман, а я хотел уничтожить весь еврейский народ. И эта вещь, это имелось в виду уничтожить их гуфам, их тела. И поэтому «Дни Пурима» – они «Дни выпивки и радости». И это удовольствие тела. Ну, часто действительно говорят, что в Хануку хотели духовно сломить евреев, а тут их хотели физически уничтожить. И, соответственно, с этому, значит, в праздновании Пурима выражается удовольствие физическое. И нужно, чтобы опьянение дошло до того, чтобы устранился разум. Так, как сказали, что царю надо выпивать Пурим, пока он не будет различать между… Для него будет одинаково «ру-раман», «проклят-аман» и «благословенный Мартыхай». А именно, потому что установили «Дни Пурима» выпивание и радость, и они удовольствие тела. Поэтому нужно, чтобы они тянулись полностью за удовольствием тела до такой степени, что разум устранится совсем. Это, кажется, я хочу добавить просто про язык Махараля. Кажется, что он повторяется все время. Но он не повторяется, он все время как будто делает добавочный виток. Он вначале как бы более кратко и тезисно что-то формулирует, а потом раскрывает это более полно. Если вы обратите внимание, то в этом отрывке то же самое происходит. Потому что тело и разум – это две противоположности. Если оно поднимается, то второе опускается. И все, что склоняется в сторону разума, он противоречит, противостоит душевным наслаждениям. Поэтому… Нет, гуфо – это же тело противостоит наслаждению тела. А я сказала душевным, телесным, да. Я просто оговорилась, да. Поэтому там сказали, что нужно пить в куре, что до тех пор, пока не будет знать разницы между Арур-Аман, Проклят-Аман и Благословен-Мар-Дыхай. Что тогда… Извините. Просто иногда закрывают какие-то объявления. Текст. Что бы я потеряла? Что тогда устранится разум со всем. И человек станет полностью физическим, телесным. И не сможет тогда он различить между Проклят-Аман и Благословен-Мар-Дыхай. Не будет знать. И поэтому установили дни выпивки и радости, что они наслаждение тела. Это противоположное дню искупления. Дню искупления. Йома-Кипури. Часто проводят, как сказать, созвучие, подчеркивают созвучие между Пурим и Кепурим. Но здесь он как раз подчеркивает противоположность. Потому что день искупления происходит противоположное и устраняется телесное наслаждение. То есть мы не едим, не пьем и так далее. Мне кажется, что тут, опять же, мы с самого начала были в некоторой тихотоме. В том, что в нашем мире мы видим все под одним каким-то определенным углом, и не можем увидеть это иначе, только как выйти на какую-то другую ступень. А Махарай тут проводит разницу тоже как бы дихотомическую. Либо тело, либо душа. Либо наслаждение тела, либо духовное наслаждение, что это разум. Вот когда отключается разум, почему-то оказывается, что тело в состоянии дойти до уровня, что он не знает. Но, возможно, я не знаю, как это представить себе. Может быть, имеется в виду, что она тогда перекакивает через какие-то духовные уровни и прямо связывается с чем-то более высоким, не знаю. Ну, когда человек как наслаждается там как-то предельно телом, тогда у него перестает действовать разум в том плане, что он… Да, да, нет, но Майки – это правильно, это то, что Махарай говорит. Но при этом, как-то связать с предыдущим, то, что Рав говорил, что при этом мы достигаем некоторого уровня лоэда. Это какой-то… Мушерите как раз противоположным образом, когда разговаривал со Всевышним, он 40 дней не ел, не пил и так далее. Никаких наслаждений телесных у него не было. И он достиг этого уровня лоэда. А мы так идем к другим путям. Ну, не знаю, это остается только вопрос. Я не понимаю. И в продолжение этому подходу, что День Курим, он относится к Дню День Курим, физическому наслаждению, скажем так. Пишет Махарай в своей книге «Тефер от Исраэль». Как это по-русски? «Тефер от Исраэль». Великолепие Исраэль. Великолепие Исраэль. В Пуриме нет святостей. И там, в связи с обсуждением, как достигают жизни в грядущем мире, и мораль объясняет историю столбика, которая приводится в Водазарах, о рабе Ханина Вертанзионе и рабе Йосип бен Касма. Когда рабе Йосип бен Касма болел, сказал ему рабе, «Скажи мне, какая моя доля в будущем мире?» И сказал ему, «А вообще, есть ли у тебя какие-то специфические дела?» Ну, я добавляю тебя немножко. «Случалось ли тебе делать что-то такое необычное?» Ему можно судить, видимо. И сказал ему, «У меня были монеты Пурима, то есть эти… Пурим мы там даем, есть заповедь, да, давать Задоку, если я правильно понимаю, на Пуриму». Подарки бедные? Не-не-не, не-не. Мотанодли бедные, да, подарки бедные. Специфическая Пуримская заповедь, и они смешались с монетами обычной монеты, обычной благотворительности. И я все раздал бедным. Или нет, это было, наверное, все-таки у него деньги на то, чтобы провести Пуримскую трапезу. В общем, я сейчас не помню, действительно, что это были за деньги. Одна была, то есть деньги на благотворительность, вторая – деньги какие-то, которые относились к Пуриму. Надо проверить, что имелось в виду. Я потом посмотрю, наверное. И сказал он, если так, то пусть моя доля в будущем мире будет рядом такая же, как твоя. И моя судьба будет такая, как твоя. И в этой связи мы правильно объясняем. В этой вещи есть потрясающий намек. Поскольку Пуримские деньги, они предназначены только для еды и выпивки, то, что я и подумала, не подарки бедным, а вот то, что было предназначено для Пуримской трапези. Им… Если бы это была пятница… А нет, если бы это был день, в котором есть святость… Логая, Асуда, Имьян, Гашмилиган. Тогда… Секунду, где это? Все-таки мне кажется, можешь пользоваться вот этим самым… Там инструментарий есть, указка такая, тогда удобно как бы следить. Я тут ни при чем, это же не я, это… Нет, я Андрею говорю, но не важно. Имьян, Гашмилиган. Логая… Если бы в Пуриме была святость, то в этой трапезе не было бы аспекта материального. Потому что это… Тогда была бы трапеза в честь святости этого дня. Но… На самом деле в этом нет святости вообще. И поэтому еда и выпивка там совершенно материальные, связанные исключительно только с этим миром. Поскольку он целиком материальный. А когда уже смешались эти монеты с монетами, предназначенными для бедных, они все… стали относиться к… Нет, нет, нет. Они им… Шума… 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 Вот… Шума… 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 К проспекту святости все стало относиться, наверное, да? Шума… 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 У него нет возможности наслаждаться этим миром, да? Шума… Шум… Шума… Шуму... Осыл és… Ну я еще слышал такое, что Дзнака , это считается вкладом в свой Олам Аббаб, потому что бедный – это тот, у кого нет Олам Азэ, нет этого мира. Да-да-да-да. Если ты даешь бедному, то ты вкладываешь как в Олам Аббаб. Он так вот и пишет, прямо моральность. Просто я не могу правильно по-русски сказать, не получается. А именно, когда смешались эти самые монеты бедных этого мира с монетами, теми, которые были предназначены будущим миром. И эта вещь намекает на то, что он поменял этот мир на грядущий мир, и не будет у него участия в этом мире вовсе. А вся его часть, которая была достойна этого мира, она сохранится ему для будущего мира. То есть, как бы, он этим, как бы, сделал вклад большой в будущий мир. За счет этого мира. Или не за счет этого мира, а параллельно. То есть, как бы, если вот... Нет, он не умер, но это его... Я не думаю, что это привело к его смерти. Просто то, что он так поступил, это привело к тому, что у него увеличилась доля в грядущем мире. И так, мне кажется. И так, на самом деле, было с Рабихами, а Святой Правильник... А, ну да, это то, что с ним потом случилось. Что его римляне сожгли вместе с книгой Тары. И, фактически, у него не осталось доли в этом мире. И все было... Он все получил в грядущем мире. И поэтому сказано... Об этом он ему сказал, Рабих. Я бы хотел, чтобы моя участь была подобна твоей. Потому что, как бы, этим он заслужил в грядущем мире. И мы таким образом видели, что Махараль утверждает, что в Пуриме нет никакой святости. И как бы здесь существует противоречие между словами Махараля и тем, что говорил Раф Кук в своей книге «Олот Рая» — это комментарий на седу, на молитвеннике. «Олот Рая» — это огнеполимая жертва. Ну, как бы, жертва... Огнеполимая жертва Рая Рава Кук в своей книге. Мы знаем, со слов мудрецов, истинных мудрецов Раф говорит, что имеется в виду... Раф Шеркель, в скобках, говорит, что имеется в виду каббалисты. Что свет Пурима очень велик. И его святость велика и освящает мир. Как сказано, в Пуриме есть... Получается, что в Пуриме есть большая святость. Это как бы противоречие Махаралю. В продолжении... Слов Рафа Кук выясняется, что это противоречие, оно мнимое. Что это только вопрос терминологии. Различной терминологии. Раф Кук говорит далее, и видно, что из этого... Где, где, где мы сейчас? Андрей, ты можешь это самое... Поняла. Шеметох Каахма. Не знаю. Человек, который хранит себя от всякой порчи, потому что он занимается радостью Пурима. Не должен... Не должен... Очень беспокоиться о том, что... Но быть как стеклышко, я думаю. Мишмарто. То есть как бы быть при Мишмаре. То есть следить за собой. Он не должен с собой безумно так следить, поскольку он занят очень важным делом. Так я понимаю. Посмотрим дальше. Ну да, то есть поскольку он как бы занимается высокими делами и за ним наблюдают сверху или как бы сверху за ним все уже... Его защищают, то он не должен следить. Да, да. Ощущение такое. А пессы или нет, все нормально. Да. А именно. В течение всего года человек должен быть очень осторожен в своих делах. Даже и в хороших делах он может через них прийти порчик, испортиться. Но в Пуриме не надо так уж сильно быть осторожным. Ну, конечно, чтобы только он не нарушал каким-то образом запреты тары и заповеди, чтобы не совершил какого-то преступления. В остальном как бы он не должен... Интересно, мне кажется, на секунду. И он говорит о такой интересной вещи, о которой я часто думаю, некоторые мудрецы объясняют, что есть большая область разрешенному человеку. И в этой области он тоже должен быть очень осторожен и должен свешивать свои поступки, особенно здесь. потому что вопрос заповеди, он однозначный. Воровать, убивать человек не пойдет. А вот, так сказать, в тех разрешенных ему вещах он должен быть осторожен. А вот как раз может... Да, необходимо здесь сказать, что не идет речь о том, что он не должен быть осторожен в наблюдении заповедей и запретов. Это нет. Но в других вещах он должен быть осторожен. А в других вещах он может как-то расслабиться. То, что Натан говорил, да? Да, это не... Пурим не разрешает нарушений. Но вопрос о Ршут, вот это именно в тех вещах, которые обычно, мы должны быть все-таки тем не менее осторожны, несмотря на то, что тут нет запретов каких-то или заповедей в обычные дни. Они находятся часто в такой области, которая в хабале называется светящаяся скролупа. То есть как бы эта скролупа, она светящаяся. то есть некоторая граница между добром близка к злу. И нужно быть осторожным и не заниматься много вещами, которые не связаны со святостью и не связаны с нечистотой с другой стороны. это называется клепатного святящаяся скролупа. Нужно там быть осторожным, что оттуда он может скатиться козлу. Например, нет запрета, много есть, но человек, который привык обжираться, гурмана. Правильно, жрать. Он может прийти через это и начать грешить в этой области. Вообще может ожирение получить до начала. Во-первых, конечно, не смейся, нам заповедно следить за своим здоровьем, нам доверили это тело, мы не должны его, это тоже как бы древ. Но кроме всего прочего, представьте себе какого-то гурмана, который там обожает разные вкусы. И такой, если кое-то. Ну, подумаешь, коньяк там. У нас есть такие вообще, говорят. И кошерки. В конечном итоге там уже вино переработано. Много таких слушаний. Вот это где-то находится на уровне хлеба. Вообще, в современном Израиле слегка за его в топик просто одна фраза. В современном Израиле интересно знать, как у остальных вообще время посвящающие, которые посвящаются в телевизоре, этим программам связанным с кулинарией, это в последние какие-то годы выросло в чудовищном совершенно... Да не только в Израиле, мне кажется. Вот это вопрос, да, да. Это тоже вопрос. Почему? Мастер-шеф там программа, она все время на всех программах, на всех... Заключение, это просто центральная тема. Ну, конечно, мы сейчас про жачку говорили, поэтому как бы... Да, нет. Ну, конечно, вот это вот чрезмерное увлечение различными вкусами. Ах, вы... Вы... Сколько раз кашерное вино вообще не понимаете, там, у вас все не так. Ну, неважно. И, может, человеку действительно не обязательно вино, там, какие-нибудь фруаграммы, знаю, там, специфические печенки. Ладно, пойдем дальше. Меня это не... Как бы никогда особенно... Окей. Ну, у нас это волнует, поэтому мы как бы завели разговор. Ну, мы седа, пройдем дальше. Волнует, да. Волнует. Действительно, да. Вот не нужно преувеличивать здесь. Это не то, что это запрещено, но нужно быть осторожным, да. Поэтому следует... Не... 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 Устраниться, а как это... Устраниться, не знаю. Устраниться. От переедания. И об этом сказано в трактате Ивану, что освещай себя тем, что тебе разрешено. То есть, как бы... Эта область, например, еды, это область разрешенная. Но ты так должен себя ликадеш, то есть освещать. То есть есть столько, сколько тебе нужно для... Но эти вещи... Послушай... ...функционировать нормально, для того, чтобы осознать... Да. Да. Я хочу сказать слегка, эти вещи амбивалентны, правильно, с одной стороны, это ахкадешат смеха бэмутанлаха, с другой стороны, сказано, все, что видел и не съел... Правильно, правильно, правильно. То есть ты съешь, но ты обжираешься, ты попробовал немножечко... Нет, нет. Кусочек маленький съешь, это не обжиралка, ты попробовал этот вкус. Это очень важно. Все, что видел глаз, ну хорошо бы с этого. Ну, амбивалентно, я тоже согласна, не буду спорить. Окей, до свидания, дорогому. Поэтому же это все так и сложно, не просто найти золотую середину. немного юмора разрешено. Приколы разрешаются. Приколы разрешаются. Но не тогда, когда это очень много приводит к цинизму или там слишком насмешничеству. и это в конечном итоге может привести к нарушению. Размеялся, дохихикал, дохихикал и попал в разврат. Это то, что пишет Раф. Серьезно? Да. Разврату, да. Кто пишет? Нет, я говорю, Раф пишет, дохихикал и попал в разврат. Похихикали, похихикали, а он, оказывается, развратен. Вдруг оказался. И продолжает Раф, Раф Куб, да, в этот святой день мы защищены, нас охраняют. И не стоит беспокоиться. Потому что, как сказано в святке, что нам напал страх от евреев. Перед евреями на народы земли. И многие из них медьяхдимы. Это вот интересное слово медьяхдимы, я в скобку здесь замечу. Оно нигде больше не встречается. Но предполагается, что там имелось в виду, что действительно они не то, что теология Юра, они принимали иудаизм. Ну, может быть, в форуме Нейно. Ну, точно неизвестно. И точно так же... Подожди, ну, чтобы не было непонятностей, мы вроде никого не пугаем, нет? То есть, как бы, не от страха перед нами люди идут. Да, не от страха. Мне, впрочем, очень интересно. Именно в форуме евреи приняли без страха уже Тару, да? А как бы на горе Синай они под давлением, под страхом приняли. А вот... В то время не евреи приняли под страхом, они приняли без страха. Да. Хорошо. И так же в каждом поколении нападает страх перед ивремием. И то, что тот, кто не... Миши Игуди, да, тот, кто называется Игуди, он... Ты мне правильно переводил, в прошлый раз опять забыл. Он выстает против идолопоклонства и признает веру в единство. Ну, хорошо. Это цитата из Талмуда, это цитата из трактата Авод, правильно, который приводит Раф. Правильно? Ну, я думаю, что да. Там две точки. Тут, кто верит в единство Бога, что Бог находится во всем, ему нечего бояться народов мира, поскольку их сила покорена под... Покорена... 100%. Известная песня, о которой хабадники пели, старики пели на Фарбрингенах. Она известна, нет? Да. Нет, нет никого. Не боюсь никого, кроме Бога одного. Вот это на эту тему как раз. Поскольку... Точно так здесь написано, потому что кроме него нет никого. И корни народа Израиля вверху. Это выше, чем корни народа Земли. Просто что корни народа мира находятся наверху. Боялись. Они боятся нападать и соблазнять, и совращать. Потому что он в это время занят заповедью. И они, видимо, защищают его. И она защищает. Да. Химитсва, та заповедь, которой он сейчас занимается, она его защищает. И это... И вот свет, который исходит в этот святой день, он реальный, он происходит от святости тела Израиля, то есть из материи. Ну да. Ну сейчас Рав будет объяснить. Здесь как бы ходится, насколько я понимаю, он объяснит. последние слова из тех, что приведены из Рава Кука, они прекрасно соответствуют тому, что говорил написано в словах Махарали. А понятие святости тела, который существует у Рава Кука, не существует у Махарали. Но эта идея, она ему не чужда. Поэтому, чтобы ее выразить, он обязан был сказать парадоксальную вещь, что святость Пурима, она в том, что в нем нет святости. на самом деле смысл этой вещи это в том, что есть в нем святость тела. Просто различие в терминологии, возьмите понятие, сознание этого, как Рав Ширке считает, они осознавали это одинаково, просто Рав приводит для этого, вводит новые понятия святость материального, святость тела. И эта святость проявляется в Пуриме. Окей. Ну так что, вы меня... А в чем эта святость тела проявляется в Пуриме? Я что-то так не сообразила. На самом деле ты можешь связать с первой частью. Как раз это отвечает на тот вопрос, который я спрашивала. Как же так? Именно то, что мы отрубаемся от разума, от души, как бы все со средоцвящее удовольствие тела, исключительно вдруг дает нам какие-то невозможные постижения похожие на то, что испытывал Муше, когда он поднес на горе Сима. Это очень странно. А на самом деле в теле, в материальном находится такая же святость, как и во всем. Просто она в нем очень глубоко скрыта. Ее не видно. Тогда мы должны ее раскрыть вот таким способом. Это очень кратко. Потому что действительно в обычной жизни мы не видим святости, которые в материальном. Нам всегда кажется, что святость это что-то духовное. Это наши какие-то добрые дела, наши интересные идеи, наши переживания какие-то связанные с Всевышним и его управлением миром. А вот просто есть и выпивать, конечно, чисто обыденное занятие и никакого отношения к святости не имеет. Но это кажется, что имеется. Даже самые простые обыденные вещи, у них есть святость, но она незаметна. Я что-то не поняла. Кто-то понял еще? Андрей, ты понял, в чем святость тела? В Пурим это позволено есть и выпивать. Но Параву Куку святость природы, святость материи, это очень важная идея в его учении, что она пока была скрыта, но в будущее время она должна раскрыться, что в ней есть святость какая-то совершенно высочайшая, потому что ее корень очень высок, но пока что она отодвинута на второй план, и только сейчас во времена Машех она должна вывести из изгнания природу, тело, телесность, физический мир. Это то, что мы как раз проходили. Получается, что Пурим дается авансом, там защищена нога защищена и даже не будет никакого вреда. Правильно. На самом деле обычно, когда человек начинает с материальным, он очень быстро скатывается. Ну, как мы говорили, поэтому в реальной жизни находить материальным какие-то возвышенные вещи, это очень сложно. Только их. Потому что когда человек тянется за благами этого мира, они его почему-то все время тянут вниз. Так вот материя такая. такое у нее свойство с одной стороны тянуть человека вниз. А с другой стороны, когда его душа полностью очищена, когда он такой святой человек, это нам может только рассказать человек уровня мировой высочайший мудрец, чистейший души человек, когда она очищена, он начинает ощущать эту святость реальную. Она ему разрешена, можно ее развивать. И тогда разрешается то, что раньше может быть было не разрешено. Или то, на что ставили ограды и говорили будьте с этим осторожны, потому что это может привести к чему-то плохому. В данном случае выпивка тоже как пример этого. Окей. Вы мне не оставили почитать. Я дико обиделся. В следующий раз. Да, ну, хорошо. Тебя начнем. Меня все время обижают, но я как бы все равно окей. Спасибо. Нет, я смеюсь. Ну, хорошо, но мы должны как бы заканчивать, потому что сейчас придет Мейер Левенов и всех нас. Всем спасибо. Если у кого-то есть вопросы, пишите нам. Да, пишите в чате. Или в следующий раз начнем с вопросов, потому что, на самом деле, тема очень непростая, действительно. Надо сказать, что, когда мы делали книгу по лекциям Рава Шерки, там были лекции по праздникам, по-моему, лекция по Пуриуму просто не вошла. У кого есть книги «Израиль и человечество»? Да. Израиль и человечество. Там нет лекции по Пуриуму, правда? Потому что она безумно сложная. Вообще Пуриум очень непростой праздник. Если вам будет интересно, у меня эта лекция есть, но, несмотря на то, что я ее долго редактировала, в конечном итоге окончательная редакция ее исключила. мне кажется, что нам необходимо некоторые практические занятия привести к теоретическому обсуждению. Мы все время говорим про пьянство. Закусить в зуме на Пуриуме. Непонятно, что мы обсуждаем. Окей? Я предлагаю начинать с выпивки. Вернуться к этой теме на Пуриум ты предлагаешь? Я не поняла. Нет, ну почему? Мы сейчас как бы готовимся. Есть теоретические занятия, есть практические. Можно вполне как бы соединить. Я всегда за. Ну хорошо. Окей. Сейчас мы сделаем Лехаим. Блин, я сделаю Лехаим на эту тему. Я всегда цитирую Мишли и говорю, ну, шикарно и так далее, что мне типа можно. Окей. Беседр Гамур, предложение принято. Хорошо. Всем счастливого и до свидания. Через пять минут большое спасибо.